Здравствуйте, дорогие друзья, это программа «Библейский взгляд» и я ее ведущий Сергей Киреев. Сегодня мы с вами поговорим на очень серьезную, очень глубокую тему. Мы возьмем сегодня одно слово из Писания и посмотрим его смысл и увидим, как на протяжении многих веков в Писании люди, к сожалению, меняли смысл этого слова. Это будет слово «Малакии». И сегодняшняя программа будет называться так. Кто такие Малакии? Гомосексуалисты, анонисты или неженки? Сегодня мы наблюдаем кризис мужественности. К большому сожалению, в нашем обществе многие мужчины потеряли самих себя. Мы знаем, что от Бога есть для каждого мужчины свое призвание. Это призвание быть царем, либо хозяином, главою, руководителем. У Бога есть призвание для мужчины быть воином, который сражается и защищается за свою семью. У мужчины есть призвание и предназначение быть добытчиком, который заботится о своем доме, который зарабатывает средства, чтобы содержать всех. И у мужчины есть самое главное призвание быть священником, который несет Божью истину в свой дом, в свою семью, своим детям. В современном обществе женщины во многом заняли позиции мужчин. И поэтому многие мужчины потерялись. К большому сожалению, мы также живем в том обществе, где 70 процентов браков в первые три года оканчиваются разводом. И в результате на выходе мы имеем то, что многие мальчики воспитываются только мамами, не видя перед глазами никакого мужского примера. И мы видим с вами, как со временем эти мальчики не становятся мужчинами. Конечно, они обладают всеми первичными половыми признаками мужчины, но характера мужчины, сути мужчины они не знают, потому что не видели. В первом послании к Коринфянам в 6 главе в 9 стихе апостол Павел приводит перечень людей, которые закачивают словами «таковые царства Божьего не наследуют». В этом же месте писания употреблено слово «малаки». «Малаки» Царство Божьего не наследует. Я хочу, чтобы сегодня мы с вами узнали, кто такие малаки на самом деле. Чтобы мы посмотрели различные значения, различные переводы этого слова, посмотрели, как это слово менялось на протяжении веков в церкви, потому что менялось общество. Чтобы мы с вами докопались до первого источника и чтобы самое главное, мы с вами не были малакиями. Самое главное, мы с вами не были теми людьми, которые не наследуют Царство Божьего. Я хочу, чтобы сегодня мы с вами посмотрели мою старую проповедь. Я говорил ее много лет назад. Это будет небольшой отрывок, буквально несколько минут, но я поднимаю там эту тему и очень глубоко рассматриваю ее. Я думаю, вам будет интересно узнать смысл этого послания и вдвойне вам будет интересно посмотреть на меня молодого, горячего, такого восторженного, каким в принципе я остаюсь и до сих пор. 1 Коринфянам 6 глава 9 стиха. Апостол Павел задает такой вопрос. «Или не знаете, что неправедные Царство Божьего не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божьего не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Аминь». И вот тут мы смотрим, тут целый перечень такой там блудники. Кто такие блудники, да, то есть в духовном понимании? Те, кто как бы начинает блудить от Бога. Да, идолослужители, которые стали превращать образ Бога в образ, подобный тленному человеку, животному или пресмыкающемуся, прелюбодеи, то же, что и блудники. И вот интересное слово, малакии. А потом уже вот гомосексуалисты, вот мужеложники. Вот малакии, да, так малакии, молоко и мед, да, нет, намного все более хуже. Кто такие малакии? Мы вот поговорим сейчас об этом. Малакии, если посмотреть все значения этого слова, все переводы этого слова. В принципе, я со всеми тремя соглашусь. Первое значение – пассивный гомосексуалист. Второе значение – боже, не скверняю мои уста. Анонист. И третье – это женственный мужчина. Вот особое внимание уделим женственным мужчинам. Женственный мужчина. Я не думаю, что это тот мужчина, который просто юбку одел, да. Это уж вообще беспредел. Если ты не в Шотландии, то юбку не одевай. Вот. Женственный мужчина – это мужчина, который имеет качество, женщина. И знаете, у меня тут такая табличка есть. Вот, смотрите, я так покажу. Вот она начинается. Вот она еще на целую страницу. И вот еще практически на целую страницу. Это разные переводы Библии, которые выходили когда-либо на земле. И как они переводят слово Малакия. 1405 год. Времена рыцарь. Латинская вульгата. Слабохарактерная. Библия Уиклифа. 1508 год. Изнеженные. Потом тут уже какой-то Тиндалия. 1525 год. Неженки. Великой Библии. 1535-1539 год. Неженки. Женевская Библия. 1560-й. Распутники. Епископальная Библия. 1568 год. Женоподобные. Как это? Реймс, Доу и Ай. Я не знаю даже какой язык. 1609 год. Женоподобные. Потом вот я просто по годам буду говорить. Вот версии короля Якова. 1611 женоподобные. 1811 женоподобные. 1890 делающие себя женщин. 1890 женоподобные. 901 женоподобные. 909 женоподобные. 910 женоподобные. И вот 1938 год. Виновные в неестественном преступлении. И вот отсюда начинаются более такие жесткие переводы. Потом вот 51 чувственные. 55 женоподобные. 58 женоподобные. 58 сладострастные. 58 год. Вовлеченные в гомосексуализм. 61 год. Гомосексуальные извращения. Опять 63 женоподобные. 66 гомосексуальные извращенцы. Изнеженные. 68 год. Мальчики, состоящие в половой связи со взрослыми мужчинами. Ну и потом тут 70 уже там в основном как бы гомосексуальные извращенцы. И там мальчики-проститутки. В основном. То есть мы понимаем. Понимаете какая вещь? Что пока мужики были мужиками, пока они были рыцарями, пока они были серьезными людьми, да, такими основателями, которые могли как бы и в репу дать. И постоять за себя, и за семью, и за веру. Единственный перевод был слабохарактерный, изнеженные. Неженки и женоподобные. А вот когда уже мужчины перестали быть мужчинами, ну как, сейчас напиши, что неженки, все в аду. Никто в Царстве Божьем говорит. И стали же сексуальные извращения, гомосексуальные извращения. Реально-то неженки. И реально надо просто сегодня признать, что малаки – это неженки. Малаки – это слабохарактерные мужчины. Малаки – это женоподобные. Да, то есть такие. Слабохарактерные, что такое? Когда ты постоять за себя не можешь. Да, когда ты не можешь быть человеком с характером. Да, что такое характер? Характер – это то, что меня воспитывает. Я воспитываю свой характер. И мой характер показывает, какой я. Если я не держу отчет за свои поступки, я слабохарактерный человек. Если я не могу воспитывать сам себя, я слабохарактерный человек. Если я не могу сделать волевое решение ради какой-то здравой цели, я слабохарактерный человек. И Библия говорит, что если я такой, я Малакия. А Малакия и Царство Божие не наследуют. Жестко? Согласен, жесткая тема сегодня, очень жесткая. Но знаете, если мы с вами не научимся смотреть правде в глаза, истине Божьей в глаза, мы так и останемся, непонятно кем. И мы все потеряем в итоге. И знаете, еще одно я хочу прочитать по этому поводу. Тот же самый комментарий библейский Баркли. Слово «малакос» означает мягкого, изнеженного, женоподобного человека, утратившего мужественность и живущего ради наслаждения тайными пороками. Моя тайная страсть лежать на диване, моя тайная страсть смотреть в футбол, как жаль, что они показывают круглосуточно, моя тайная страсть там еще что-то делать. Можно сказать, что он погряз в роскоши, потерял всякую способность противиться пороку наслаждения. Это такая повальная лень, которой человек уже не может противиться. Он уже понимает, что все это безрассудно, что его поведение, оно просто губит все вокруг. Но он не может этому сопротивляться. И вот такой пример приводит Баркли. Одиссей и его моряки, прибыв на остров Цирцей, вышли на берег, где росли цветы лотоса. Человек, съевший такой цветок лотоса, забывал свой дом и своих любимых. И желал жить вечно там, где был вечный полдень. Греки в полдень спят, кто не знает. У них до сих пор рабочий день делится на две части. До полдня, потом поспали и после полдня. И вот у них должен быть вечный полдень. У него больше не было тех здоровых радостей, которые человек получает, взбираясь на громоздящиеся друг на друга волны. Малаки, сластолюбец, стремящийся к жизни, где всегда полдень. И знаете, я когда прочитал вот это описание, что это Одиссей, который приплыл на остров Цирцеи, съел какой-то цветочек и забыл, что у него есть жена, забыл, что у него есть дети, забыл, что у него есть люди, которые любят его, из-за которых он ответственен. Меня просто внутри пробрало. Господи, как это иногда мы видим в наших жизнях. Как мы это иногда видим в церкви даже. Да, и когда мужчины становятся малакими, да, лежал бы, где вечный полдень, ляжки бы тянул, ничего бы не делал, да. Мне все равно, что есть жена, мне все равно, что есть дети, мне все равно, что будет. Я безрассуден к этому, мне бы лишь полдень был. У меня и все. Что человека, мужчину не вдохновляет. Как здесь описано, да, это цитата из Одиссеи, что человек получает удовольствие, взбираясь на громоздящиеся друг на друга волны. Когда мужчина становится таким, что ему до смерти ничего не надо. Что он становится таким, что он несет ответственность за свою семью, за эту землю. Когда он ничего не сооружает, когда он ничего не строит, когда у него нет глобальных планов, который бы сказал сам себе, я хочу все изменить в своем доме. Я хочу все изменить в своей семье. Я хочу, чтобы люди, которые рядом со мной счастливыми были. Я хочу, чтобы что-то на этой земле после себя оставить. Я хочу, чтобы церковь, она распространялась. Чтобы мужчины у нас каялись. Я хочу, чтобы царство Божие расширилось, чтобы церкви новые открыли, чтобы домашние группы были в каждом районе. Я хочу этого. И знаете, я не вижу этого иногда. Я понимаю, малаки, которые хотели бы только лежать, которые хотели бы только спать, у которых царство Божие – это то, что вот тебе яхта, вот тебе машина, лежи, ничего не делай. А Иисус говорит, вот тебе плуг. Вот тебе плуг, давай спашем эту землю, посадим, потрудимся, и прорастет все. Знаете, я очень хотел бы, чтобы мы сегодня эту тему восприняли сердцем. Может быть, для кого-то она очень жесткой показалась. Может быть, для кого-то она очень обидной показалась. Может быть, кто-то сидит, как бы сейчас сам себя корит. Блин, а я вот такой вот. Кори себя, кори себя. Для того, чтобы измениться. Для того, чтобы перестать быть апатичным. Для того, чтобы перестать спать. Для того, чтобы планы, цели, какие-то стремления, они появились. Да, великое счастье, я честно скажу, самая великая радость для мужчины, когда ты видишь, что ты что-то делаешь своими руками и оно созидается. Когда ты видишь, что ты заботишься о своей семье и им хорошо становится. Да, и семья расцветает, и род укрепляется. Когда ты делаешь дело Божье и видишь, что вот человек покаялся, а вот жизнь у человека изменилась, а вот домашняя группа открылась, а вот здесь мы верим, что где эта домашняя группа, там церковь потом будет. А вот сейчас в этом районе домашку новую открыли, а потом здесь много их будет, мы верим это, мы делаем это. Да, мы сталкиваемся с трудностями, да, эти волны, они иногда бьют нас, да, но мы от этого крепчаем только, мы сильнее становимся. Вот в чем призвание мужчины, вот оно в чем. Мужики, давайте возьмемся за ум, давайте станем теми, кем Бог нас призвал. И здесь Слово Божие говорит нам. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились. Что такое омылись? Кровь Иисуса Христа, она омывает нас от этого. Когда я говорю, Господи, я был такой, Иисус, прости меня, кровь Иисуса омоет тебя. Когда здесь написано, осветились, то есть он не просто, он омыл и все, я потом вычищаю себя, я освещаю себя, я отделяю себя от этого. Говорю, Господи, а мне еще есть это, не хочу, пожалуйста, забери, пусть уйдет из меня. Но оправдались именем Господа, когда я говорю, что Господь, ты Бог порядка, ты Бог устройства, ты Бог крепкий, ты Бог верный, ты Бог сильный, и я хочу быть таким, я оправдываюсь твоим именем. Ты Бог, и я хочу быть подобным тебе. Оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога, я восстанавливаю духовную жизнь в своей жизни, я восстанавливаю молитву, я восстанавливаю чтение Библии, я восстанавливаю церковь и свои взаимоотношения с народом Божьим, да, и я восстанавливаюсь через это. Все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною, да. Не вопрос, когда ты устаешь, и когда тебе надо отдохнуть, и когда тебе надо поспать, но когда это обладает тобою, это грех. Когда это обладает тобою, ты грешник, который идет в ад, когда это обладает тобою, ты царства Божьего лишаешься. Да, я хочу еще сказать, мы начали сегодня с Лота, как было в одни Лота, посмотрите, Лот не был гомосексуалистом, Лот не использовал некоторые части своего тела не по назначению, он был духовным гомосексуалистом, потому что когда Авраам говорил, что Господи, пусть хотя бы 10 праведников будет в этом городе, он считал, что есть Лот, есть жена, у него две дочери, ну 6 человек, то как-то он уже, наверное, к Богу-то привел, пока жил там в этом Содоме. 20 лет, а он был бесполезный, он, написано, сидел там у ворот и ничего не делал, он видел вот этот грех, да, мучился в праведной душе своей, да, вот как лентяя, ой, я мучаюсь, у меня столько проблем, и Лот мучился, и ничего не делал, и вокруг него вот это гомосящее царство распространялось, и оно умножалось, и в мире этого больше было, и вот сегодня, если мы с вами сидим и мучаемся в этой праведной душе своей, я хоть, как говорится, ни по назначению не использую, да ну, но лень мне что-то делать, пока мы это делаем, там будут гей-парады, там будут происходить все эти вещи, там будет это нечестие, и на эту землю придет не слава Божия, а суд Божий, который уничтожит эту землю. Аминь. Давайте встанем и будем молиться. Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что вы посмотрели это видео. Я уверен, что оно было полезным, назидательным, и оно дало вам определенную пищу для размышления. К большому сожалению, то, о чем я говорю в этой программе, может быть оно и звучит как-то резко, может быть оно звучит как-то напористо, да, но вы понимаете, что смысл этого послания с каждым годом становится все более и более актуальным. Я говорил эту проповедь более 10 лет назад, но ее послание очень важно и сегодня, и дальше будет еще важнее. Поэтому, мужики, надо что-то делать. Я уверен, что в каждом мужчине есть огромная сила и огромный потенциал, который Бог хочет, чтобы он раскрылся. Мужчины, давайте не будем женственными, давайте не будем малакиями, давайте не будем похожими на девушек ни внешне, ни в своем характере, манерах и поведении. Я хочу напомнить вам, что мужчина это глава, мужчина это воин, мужчина это священник в своем доме. Также мужчина это тот человек, который является добытчиком, который может позаботиться не только о себе, но и о других. Друзья, я буду благодарен вам, если вы поставите лайк, напишите комментарий или свой отзыв на это видео. Также, если эта тема коснулась вас и она близка вам в своем послании, то буду благодарен, если вы поделитесь этим видео на странице в соцсетях, чтобы ваши друзья, ваши близкие также могли подумать о смысле того, что означает быть мужчиной и что означает им не быть. На моем авторском канале выходит видео разной направленности, касающиеся моей пастырской и журналистской деятельности. Поэтому, если вы еще не подписались на этот канал, то вам надо это сделать прямо сейчас. И чем быстрее, тем лучше. Нажмите на кнопку подписаться и также на значок колокольчика, чтобы самыми первыми получать все видео и быть в курсе самых интересных вещей, всего самого замечательного того, с чем я буду с вами делиться. Вы очень ценный человек в глазах Бога. Я желаю вам счастья, здоровья и Божьего благословения в каждом аспекте жизни. Смотрите мои видео дальше.